Ги де Мопасан. Покойница. Я любил её безумно. Почему мы любим? Разве не странно видеть в целом мире только одно существо, иметь в мозгу только одну мысль, в сердце только одно желание и на устах только одно имя? Имя, которое непрестанно поднимается из недр души, поднимается как вода в роднике, подступает к губам, которые твердишь, повторяешь, шепчешь всегда и всюду, словно молитву. Не стану рассказывать нашей повести. У любви только одна повесть, всегда одна и та же. Я встретил её и полюбил. Вот и всё. И целый год я жил в атмосфере её нежности, её объятий, её ласк. Взоров, лечей до такой степени одурманенной, связанной и пленённой всем, что от неё исходило, что уже не сознавал день или ночь. Жив я или умер, нахожусь я на нашей старой земле или в ином мире. И вот она умерла. Как? Не знаю и не узнаю никогда. Однажды в дождливый вечер она вернулась домой промокшая и на другой день стала кашлять. Она кашляла почти неделю, потом слегла. Что произошло, я никогда этого не узнаю. Приходили врачи, что-то прописывали, уходили. Приносили лекарства, какая-то женщина заставляла её принимать их. Руки у моей любимой были горячие, лоб пылающий и влажный, глаза блестящие и печальные. Я говорил с ней, она мне отвечала. О чём мы говорили, не знаю. Я всё позабыл, всё-всё. Она умерла, помню, как сейчас. Её последний вздох, её чуть слышный, лёгкий последний вздох. Сиделка вскрикнула. Ах! Я понял. Я всё понял. Больше я ничего не сознавал. Ничего. Явился священник и, говоря о ней, сказал. Ваша любовница. Мне показалось, что он оскорбил её. Никто не смел называть её так. Ведь она умерла. Я выгнал его. Пришёл другой, очень добрый, очень ласковый. Я плакал, когда он говорил со мной о ней. Меня спрашивали о разных мелочах насчёт похорон. О чём уж не помню. Зато ясно помню стук молотка, когда заколачивали гроб. Ах, боже мой! Её закопали, зарыли. Её в эту яму. Пришли знакомые, подруги. Я скрылся. Убежал. Долго бродил по улицам. Потом вернулся домой. На следующий день уехал путешествовать. Вчера я возвратился в Париж. Когда я снова увидел нашу комнату, нашу спальню, постель, мебель. Это дом, где осталось всё, что остаётся от живого существа после смерти, и я снова ощутил такой бурный приступ отчаяния, что готов был отворить окно и выброситься на мостовую. Не в силах дольше оставаться среди этих предметов. В стенах, которые окружали и укрывали её, где в незримых трещинах сохранились мельчайшие частицы её существа, её тела, её дыхания, я схватил шляпу, чтобы бежать. Почти у самой двери я вдруг наткнулся на большое зеркало в прихожей, которое поставила там она, чтобы всякий раз, выходя из дому, осмотреть себя с ног до головы, увидеть, всё ли в порядке в её туалете, всё ли изящно и красиво, от ботинок до прически. Я становился, как вкопанный против зеркала, так часто её отражавшего, так часто, что оно тоже должно было сохранить её образ. Я стоял весь дрожа, впиваясь глазами в стекло, в плоское, глубокое, пустое стекло, которое заключало её всю целиком, обладало ею так же, как я, так же, как мой влюблённый взор. Я почувствовал нежность к этому стеклу, я коснулся его, оно было холодное. О, память, память! Скорбное зеркало, живое, светлое, страшное зеркало, источник бесконечных мучений. Счастливы люди, чьё сердце подобно зеркалу, где скользнёт и исчезнет отражение, забывает всё, что заключалось в нём, что прошло перед ним, смотрелось в него, отражалось в его привязанности, в его любви. Какая невыносимая мука! Я вышел и бессознательно, против воли, против желания, направился к кладбищу. Я нашёл её простенькую могилу, мраморный крест и на нём несколько слов. Она любила, была любима и умерла. Она была там, глубоко, она уже разложилась. Какой ужас! Я зарыдал, припав лицом к земле. Я оставался там долго-долго, потом заметил, что начинает темнеть. Тогда мной овладело странное желание, безрассудное желание отчаявшегося любовника. Мне захотелось провести ночь возле неё, последнюю ночь и поплакать на её могиле. Но меня могли увидеть, могли прогнать, что делать. Я пустился на хитрость. Я встал и начал бродить по этому городу мёртвых. Я шёл всё дальше и дальше, как мал этот город в сравнении с тем другим, с городом живых. И однако, насколько мертвецы многочисленнее живых? Нам нужно столько высоких домов, столько улиц, столько пространства всего лишь для тех четырёх поколений, которые одновременно живут на белом свете, пьют воду источников, вино виноградников, едят хлеб полей. А для многих поколений мёртвых, для всей лестницы человечества вплоть до наших дней почти ничего не надо. Кулачок земли больше ничего. Земля принимает их, забвение их уничтожает. Прощайте. За оградой нового кладбища я обнаружил вдруг ещё одно заброшенное кладбище, где забытые покойники уже обратились в прах, где сгнили самые кресты, куда завтра заруют новых пришельцев. Оно заросло шиповником и могучими тёмными кипарисами. Это пышный и мрачный сад, уточненный человеческими трупами. Я был один, совсем один. Я вскарабкался на высокое дерево. Я спрятался в его густых и тёмных ветвях. И стал ждать, уцепившись за ствол, точно утопающий за обломок мачты. Когда настала ночь, глубокая ночь я покинул своё убежище и побрёл медленным, неслышным шагом по земле, наполненной мертвецами. Я облуждал долго-долго. Я не мог её найти. Вытянув руки, широко раскрыв глаза, натыкаясь на могилы руками, ногами, коленями, грудью, даже головой. Я шёл вперёд и не мог её найти. Я пробирался ощупью, как слепой. Ощупывал камни, кресты, железные решётки, стеклянные веньки, веньки увядших цветов. Я прочитывал надписи пальцами, водя ими по буквам «Какой мрак! Какая ночь!» Я не мог её найти. Могилы. Луны не было. Какая тьма. Я шёл по узким тропинкам между рядами могил. Меня охватывал страх. Мучительный страх. Могилы, могилы, могилы. Всюду могилы. Справа, слева, предо мной. Вокруг меня, всюду могилы. Я присел на могильную плиту, не в силах идти дальше. У меня подкашивались ноги. Я слышал биение своего сердца и слышал что-то ещё. Что же? Какой-то смутный, непонятный гул. Возник ли этот шум в моём воспалённом мозгу, или он доносился из непроглядной тьмы, или же из таинственных недр земли, из-под земли, засеянной людскими трупами? Я озирался кругом. Сколько времени пробыл я там, не знаю. Я оцепенел от испуга, обезумел от ужаса. Готов был кричать, мне казалось, что я умираю. И вдруг мне почудилось, что мраморная плита подо мной зашевелилась. В самом деле она шевелилась, как будто её приподнимали. Одним прыжком я отскочил к соседней могиле и увидел. Да, увидел своими глазами, как тяжёлая каменная плита, где я только что сидел, поднялась таймя, и появился мертвец. Голый скелет, который отвалил камень своей согнутой спиной. Я видел его. Видел совершенно ясно, хотя была глубокая тьма. Я прочитал на кресте. Здесь покоится Жак-Алливан, скончавшийся 51 года от роду. Он любил ближних, был добр и честен и почил в мире. Покойник тоже читал слова, начертанные на его могиле. Потом он поднял камень с дорожки, острый камешек, и начал старательно соскабливать надпись. Он медленно стирал её, вперев пустые глазницы в перекладину креста, затем своим костяным пальцем стал писать буквы, светящиеся как линии, которые чертят фосфорной спичкой на стекле. Здесь покоится Жак-Алливан, скончавшийся 51 года от роду. Своей жестокостью он вогнал в могилу отца, чтобы получить наследство, истязал жену, мучил детей, обманывал соседей. Крал, где только мог, и умер, презираемый всеми. Кончив писать, мертвец неподвижно созерцал свою работу. Я увидел, обернувшись, что все могилы раскрыты. Изо всех гробов поднялись скелеты, и все они стирали ложь, написанную родственниками на могильных плитах, чтобы восстановить истину. Я узнал, что все они были палачами своих близких, злодеями, подлецами, лицемерами, лжецами, мошенниками, клеветниками, завистниками, что они воровали, обманывали, совершали самые позорные, самые гнусные поступки. Все эти любящие отцы, верные супруги, преданные сыновья, целомудренные девушки, честные торговцы, все эти мужчины и женщины, слывшие добродетельными. Все они писали на пороге своей вечной обители беспощадную, страшную и святую правду, которые не знают или делают вид, что не знают люди, живущие на земле. Я подумал, что она тоже, наверное, написала правду на своем кресте. И ничего уже теперь не страшась, я побежал меж раскрывшихся гробов, среди трупов, среди скелетов и устремился к ней, уверенный, что найду ее сразу. Я узнал ее издали, хотя лицо ее было закрыто саваном. И на мраморном кресте, где я читал недавно «Она любила, была любима и умерла», я прочел. Выйдя однажды из дому, чтобы изменить своему любовнику, она простудилась под дождем и умерла. Говорят, меня подобрали на рассвете без чувств, возле какой-то могилы.